И так, дорогие друзья, второй матчап сегодняшнего дня, как вы понимаете, сейчас звучок вам еще включу, это у нас финды против Азака Борс, и победители Азака Борс, как вы понимаете, соответственно, будут здесь погибать на пистолетке, кстати говоря, от финдов, секунду в секунду прям, но хотя бы не все, хотя бы два в четыре. Ну что, Сашка, что думаешь, справится Азака Борс-то с финдами или нет? Нет, Жень, не справится, но не знаю, мне кажется, на самом деле матч с вами, я честно, вот опять же говорю, команду финн последний раз давно очень комментировал, вот, и если честно, не очень знаю, как ребята играют, но, ну, конкретно сейчас, но представляю, что очень сильно, и букмекеры, как бы, люди тоже непростые, сами понимаете, обладающие огромное количество информации, и сборкой аналитики, и много всего, но и вот эти ребята врать не будут, там коэффициенты вообще жесть, очень серьезный перевес в пользу команды. Ну раз, подводка такая, кстати говоря, так я типа, за мной не постоит, как говорится, 1.22 на команду финд, на победителя первой карты от наших коллег от Приматч, 4 единицы на Изака Борс, то есть с ходу просто, 4.00. Не забывайте про бонус к первому депозиту для новых клиентов сервисов Приматч, существует эта прекрасная, замечательная акция, и абонент по трансляции чуть ниже, опять же, плеера трансляции, вам об этом расскажут явно подробнее. Ну так вот, с Сашей я согласен, я бы поспорил, но не в этот раз, а я люблю, если у меня аргументы есть, но честно, что-то сейчас аргументов нет. Ребята, из команды финд, очень способные чуваки, прям очень, и Зак и Борс будет нереально тяжело. Думаю, а прогнозы у нас вообще делаются на такие матчики, я думаю, может быть, вкинуть вот эти вот, которые... Отлетел, кстати, игрок команды финд, будет ли ремейк? Вот видите, которые делались у нас на РМРе. Да-да-да, были прогнозы, чата, кстати, тогда нравилось, я помню. Я думаю, что это нормальная тема. Как думаете, ребят, может быть, это вам сейчас делать? Я думаю, это будет интересно. В принципе, у меня тут две кнопки, несложно. То есть ты прям готов? Чисто теоретически. Ну я... Чисто ради баллов, так сказать. Ради людей ты готов пожертвовать 25 секундами своего драгоценного времени? А вот, пожалуйста, я... Так, я все сделал для вас, господа. Да, заходите в чатике, все это есть. Лучшие из лучших получают баллы, друзья. Ну, я думаю, что здесь, на самом деле, будет большинство перевесов именно в пользу команды финд. Как на первой, так и на второй карте, потенциально, думаю. Тем более, пока у нас тут техническая пауза. Это имеет место быть, опять же, об этом поговорить. Вот, не знаю, что там случилось. Надеюсь, ничего серьезного и глобального, но глянем. Вылетел, вылетел просто игрок из команды финд и сделали... Ну, в смысле, попросили ремейк. Из Акаборс, как я понимаю, с этим согласились, потому что... Хотя что там соглашаться-то не было... Не было урона, если я правильно помню. Кстати говоря, граффити очень интересный от команды финд на полу. Там свинки, если что, нарисовано. В смысле, все, типа, поставили граффити свинок, что нам как бы намекает. Вот, человек, он пишет в чате, что-то я не могу проголосовать. Но тут вон 148 тысяч баллов против 80 тысяч баллов. Против 90 тысяч баллов. Так что, в общем, люди могут проголосовать. Так что продолжайте, друзья, пробуйте, у вас все получится. Верите в себя. Да-да-да, верьте в себя. В данном случае, может, это поможет тоже. И у вас все получится. Скоро вернется, если что, игрок команды финд. Ну, неприятно отлетело, вопросов ноль. Но дело не о том, на самом деле. Дело о чем? Дело о том, что это группа B, elimination match. Между вторым и третьим местом... Тьфу, elimination decider это называется. Господи, elimination у нас только что был. Группа B, decider match, прошу прощения. Между вторым и третьим местом, соответственно. За второе из группы B выйти в плей-офф данной итерации четвертого сезона EDC. По картам нюк, это и за коборс пик, мираж, это от финдов пик и даст на остатки. С учетом стиля игры команды финд, дико страшно за карту номер 2 и за карту номер 3. Под из-за коборс я имею ввиду. Потому что финды на мираже и дасте кабанов раскатают в щепки просто. То есть единственный шанс для команды из-за коборса, на мой взгляд, это первую карту как-то что-то там тащить. Я только не знаю как. Потому что я с кэфами согласен тоже. Как-то что-то там тащить, что-то там показывать, опять же. На атаки в первую очередь, потому что мы уже видели то, что для из-за коборса атаки все лучше, чем их защита раза в два в три. Да, да, так и есть. Ну, ты говоришь вот по поводу того, что боишься за вторую и третью, я думаю, что тут за все карты надо бояться. На самом-то деле, потому что сложновато, как ни крути. Но, с другой стороны, есть понимание, что ребята разыграны, есть понимание, что ребята не играли вот только что. Поэтому, может быть, в этом ключе, кстати, и получится. Два в два ситуация, у дримера очень красное здоровье. Но Харн там один справляется, двоих закрывает. В целом, из каких-либо проблем вообще со скаута, ну, почему бы и нет. 2-0. 2-0. Форс для команды из Ака Борс не удался. Не удался. Экономически, да, следующий здесь будет. Ну, есть деньги, на самом деле. Надо по 250-й покупать, надо деглы покупать. Да и флешки смог, например. Ну, только смог. Поленились. Ну, вот мы хотя бы одну флэховую взяли. Ну, ладно. В смысле, они сами как бы решают. Мы коммитаторы, они игроки. Все в порядке, как бы пусть делают, как хотят. Ну, просто флешка, скорее всего, помогла бы ворваться. А так, вот так красная звезда увидела. Кредитку. Вообще жестяра, на самом деле, здесь на отсаде происходит. Что-то одни смерти, смерти, смерти везде. Бабл закрывает еще одного игрока. И Бьяли остается последний вот такой. Да, да, друзья. 3-0. Сейчас для ребят из команды Финт. Вот это я понимаю нормальный нюк. Вот это я понимаю чисто теоретически дефолтное начало. Когда КТ, в принципе, берет, ну, в всяком случае, начинает набирать раунды. Это хотя бы вписывается приблизительно в мое понимание о том, как должны играть ребята на нюке. Но это только, на самом деле, пистолетный раунд и антифорс. Поэтому загадывать не стоит. Опять же, будем продолжать. Пока что 3-0. И вот теперь байраунд. Полноценный. Есть авик для стомпа. Есть 4 калаша. Все окей. Все под контролем. Давайте смотреть, почему все это дело приведет для ребят из команды. Из-за ка-борс. Легко очень. Харна 5-4. А уйти? И уйти получится. Из-за. 3 человека у команды из-за ка-борс в итоге. Будем смотреть. Да, то потеряли, но снайпер пока в ходу. Это стомп 3 калаша есть. Опять же, в принципе, вроде как можно работать. Ну, если можно, мы сейчас посмотрим. Харн все еще живой от финдов. Важный момент, да? То есть человек, которого они у скейдов выкупили, если я же правильно помню. Посмотрите, как жарит просто. Хайпер убил. Напомню, тренер, да? Команда из-за ка-борс. Вместо Шейна хайпер играет сейчас. С Шейном что-то случилось, не понял. Надо разобраться там, да посмотреть, куда он пропал-то вообще. Потому что он в активном составе числится. Всего стенденит тренер по... Вот не помню, по какой причине. Надо узнать даже. Возможно, даже не знаю, кстати, по какой причине. Три человека в активе Зака Борс. Ну, хоть бы я ли разменялся. Так, ну, три в два большинство. Так или иначе, дример. Здесь гранатка полетела от Мона. Дриммер продолжает просто ждать. Стайминг. Ну, не стайминг. Даже скорее просто здесь Мона не ожидал своего оппонента увидеть в планете. Стомп на размене. Есть примерная информация, что к чему. А бомба-то у него на руках. И принимает абсолютно правильное решение. Взять бомбу и убежать на точку Б. Там никого. Дриммер к нему сейчас подтягивается. Стомп, на самом деле, вот сейчас с таймингами сам себя заводит в не очень удобную позицию. И очень неудобное положение. Нужно устанавливать бомбу. Нужно что-то делать. Придумать. Тут уже с двух сторон его, на самом деле, обходят. Ой-ой-ой. Не попадает стомп. Очень сложно. Очень тяжело. Нервы. Вы просто посмотрите сейчас, какие там нервы. Кстати, попадает или не попадает. Вот такой вопрос по Харну, но... Так, нет-нет-нет. У Харны 78 хп так и было. Ну, может, он там через этот попал. Там немножко здоровье, по-моему, отлетело. По-моему, нет. Чат, рассудите нас. По-моему, он так и не попал. Тем более его с двух сторон дожали. Второе вапы украли. Ребята из команды Fint в WVP. Свою плюс трофейную отыграют. То есть лишних денег тратить не надо. Ничего лишнего делать не надо. Я даже кэфы покажу. Тут как бы смысла их солить нет. 1.11 на команду Fint в наших коллег из Parimatch. На победителя первой карты 5.80 на 5.8. На язык и борз. Звучит грустно, но зато правда. Это правда нет по трансляции. Не забывайте, кстати говоря. Акция вкусная там есть, опять же. Более-менее, кстати говоря, безвременная для новых клиентов сервисов Parimatch. Так что успевайте. Короче говоря, можно успеть и сейчас. Бример, бастом по проходится. Пожалуйста, это украденная вапа между прочим. Вторая. Вот рампы работают. Так, ну что ж. Минута 20. На таймере опять с деньгами. Оп, паньки и проблемы. Ну, ребята, это Зака Борс. И это очень серьезным образом, на самом деле, влияет на их экономику. И конкретно на гранаты. Их сейчас тупо нет. Один смог и молик по большому счету. Ну да, конечно, там есть. Но это не супер важные гранаты. Не попадает авик. Бример совершенно очень плохо отыграл на Б-планте. Бьяли здесь зажимает и убивает Редстара. И ситуация становится достаточно неплохой ситуацией для ребят с командой Финн. Которую теоретически можно... Даже нужно разыгрывать. Для команды Зака Борс, точнее. Не прошу прощения. Три в три. Выбивание должно быть. Да, нужно попробовать. Здесь есть молик у Виктора. Есть смог и флешки. Но... Оп, заметил своего оппонента. Начинает зашивать. Харна закрывает Мона. Есть информация по дверям. Двери закрываются. Есть информация, что теперь и побьяли. Но смог ладется и диффуз пошел. А там диффуз-то за бочками. Это никак не выиграть в целом. И, в общем-то, единственное, что... Знаете, в чем вопрос? Если там время. Да-да-да, все хорошо, хватает. Да, в притычку, но все равно опятый. Не, нормально-нормально. Беринского забрали. Бабл молодец. То есть Хардн сыграл под Бабл. Бабл молодец. Опять же, реально... Тимплейно. В любом случае, Тимплейно. Потому что бьёля... Приходилось под... Дефьюзящего открываться. Хотел он этого или нет. А Бабл только этого и ждал. Тут... Ну, я не знаю, на самом деле, что добавить. Финды... Кабанов... Растаскивают зубами. Ну, напомню, да? Финд это у нас в переводе с английского, типа, чудовище. Ну, в зависимости от контекста. Чудовище. Злюка. Злюка, бяка, монстр. Вот это всё. Нет, маленькие монстрики. Беленькие, вот если видно, да? По их логотипу. Пушистенькие, прямо как кошечки. Вполне себе с Азакобор справляются. Полякам дико тяжело просто против болгаров. Прям нереально тяжело. Ну, всё-таки, да. Здесь ребята выглядят... Пока что серьёзными дядьками. Коими являются в целом. Наверное, мы все прекрасно знаем этих ребят, которые очень давно на профессиональной сцене Counter-Strike. И огромное количество времени ребята выступали как... Виндиго. Огромное количество времени. Ну, не совсем конкретно этот состав. Там... Ну, Бабл с Виктором такое ощущение, что вообще всю жизнь. Вместе ребята прям двигаются all together. Так, Виктор, ну, вот как с Виктором таким не двигаться? Вы скажите мне, который просто выходит из своих, закрывает. Из своего, с последней пули в магазине. Ничего, зачем ты это делаешь вообще? Дример, посмотри. Ешка... Немножко не туда. Немножко не туда. Авик против авика. А бомба-то... А бомба-то лежит. В смысле авик-то против авика, я прекрасно понимаю. Ой, дример. О-па-па-па-па-па-па-па-па-па. А дример будет ждать постановки, да? А не выйдет. О-о-о, это такие... Такие тайминги, такие не руки для стомпа. Ай-яй. Дример супер хорош вообще. Экстра просто хорош. О-о-о, и все увидел. Правда, у стомпа все равно будет шанс. Все равно будет шанс, так или иначе. Так, ну, шанс был, чисто теоретический. Но на практике мы видели, что, конечно, нет. Шестой раунд ребята из команды Финси Бием закрывают. Ну, сильно. Серьезно, ребята пока что вот показывают чисто железобетонный дефенс. Я зашел почитать комментарии, ну, еще до матча, когда был выявлен один участник финала этого матча, этой группы. И ребята писали, что с кем бы тут не встретились Финды, будь то Изака Борс, будь то... Кто там? Забыл уже все, с кем Изака Борс играли. Будь то Изака Борс, будь то... Янг Нинжес. Янг Нинжес, да. Все равно, как бы, Финды здесь должны закрывать достаточно уверенности еще там 2-0 своих компонентов. Ну, естественно, вот эти вот любимые... Если не 2-0, то можно дисбандиться ребятам из команды Финд. Ну, это шелтивишные господа разбираются намного лучше в этом всем, разумеется. Но, так или иначе, наверное, да, наверное, Финды действительно очень серьезно выглядят против тех команд, которые есть здесь на данный момент. Ну, пока. Да, очень плотный состав. Мне реально начинаются живые ребята. Туао, правда, бабло забирает, бабло до этого заболстанка. Моно под плоско Туао врывается в лицо. Красная звезда. О-о-о, красная звезда вместе с Харном построили тут... Достроили коммунизм. Но Туао остается последний один в один. И бомба под контролем Туао. И это означает... У него еще 50 секунд, это означает, что он может действовать, как он хочет. Но Харного читает. О-о-о, просто-то ладно. Пацаны! Все-таки Туао прощается, да, с оппонентом. Я хотел сказать что-то другое. Прощается сам собой, со своей жизнью, но все-таки справляется с оппонентом, да, и прощается с ним же тоже. Первый для языка Борс, друзья. С Патином. Что-то тяжело идет пока что, но... Я напомню, это, если что, атака для языка Борс. То есть на защите мы ожидаем еще худшего, более... Нет такого выражения. Более плохих результатов, чем сейчас. Ну да. Все по фактам, никак иначе. Ну, смотрим. 6-1, друзья, пока что. И врыв от Хайпера. Кстати, достаточно уверенный врыв. Получилось, будучи в полном блайнде, найти проходку в вентиль. Ну и закрывает он Радстара. Здесь уже большинство для ребят с команды Зака Борс. А вот здесь у бабла вообще не идет по стрельбе. Увы и ах, для него. Часто отцепить трим. Шанс на второй, а там потенциально на третий. Если тут дример не раскрутится, одного закрыл, не раскрутится, то а он разменен. Виктор и Харн. Остались вдвоем. Это будет сейф для них. Вариантов нет из Ака Борос. На дотекании, так сказать, со своего первого берут еще и второй. Они такое показывали, кстати говоря, против Янгинжес сегодня. На Мираже, если я правильно помню. Скорее всего, я правильно помню. На Мираже. Когда берут один, они такие. О, пацаны, летит, нормально, пойдем. И у них почему-то включается фулл фокус вот этот атакующий. Повторюсь, на КТ стороне у них это не работает. То есть только на атаке. Не знаю, почему, но потому что. То есть я не знаю, почему, но мы это видели уже на трех картах. На четырех картах я это уже вижу подряд. Так что тут как бы это даже не совпадение. Факт. О команде. Если кому-то интересно, о команде из Ака Борос. И в таком случае я прям скажу о том, что и третий, наверное, заберут. Хотя под АВАПа попытаются Финда сыграть, но у них денег нет все равно. И третий заберут. А может и четвертый, когда Финды все равно закупятся. Но из Ака Борос все равно найдут как бы вот свою атаку. И может даже до шестерки дойдут. Если дойдут, я не удивлюсь. Вполне себе. Почему бы и нет? Ну да, нужно, нужно, конечно, здесь стараться по возможности браться, доходить до какого-нибудь там вот такого вот раунда. Типа третьего. Опаньки, а вот и АВИК. Кстати, единственный АВИК, который сейчас, единственный девайс, который есть сейчас на руках у ребят из команды Финд. Это снайперская винтовка. И эта снайперская винтовка как раз очень хорная. Здесь хайпер заметил от старая и его достаточно легко просто закрыл. Четыре в четыре. Четыре в четыре. Пока что, да. Хайпер. Бабл вообще, в первую очередь. Закрывает бабла на вилке. Ничего не получается. Бомба будет поставлена на Б. И вопросы к Финдам. Шансы. Не знаю насчет шансы на ретейк. Они точно идут, я просто вижу. Так. О, по себе, не получается. Дример падает, правда, в том числе. Все, теперь уйдут. В итоге, потому что АВП надо сохранять. В итоге двоих забрали, Финды, в этом раунде. Раунд в любом случае для них... Сливной... Давайте так. Как по стратегии должно было быть, так и случилось. То есть он оказался для Финдов сливной, потому что денег не было. Но забрали двоих. АВП выжило. Кстати, вопрос. Сейчас, секунду. АВП выжило. Экзит фраг по хайперу есть. Забрали троих. Найс с историей, на самом деле, для Финдов. Даже с учетом того, что они проигрывают этот раунд. Ну да, в полноценном так и есть. Наверное, даже он относительно был, скажем так, выигранным для них. Потому что, я думаю, мало кто думал о том, что этот раунд в пользу команды Финд будет складываться. Но, с другой стороны, начало с опенфрагом. Мало ли, что могло произойти. Давайте смотреть, друзья, что у нас с вами будет здесь далее. Что придумают наши замечательные и дорогие гости. Снайперская винтовка по-прежнему. Ну, закупка есть по гранатам большие. Просто большущие проблемы у команды Финд. Их просто нет. Решили здесь, ребята, закупить лучше хорошие девайсы, нежели какие-то там, не знаю, какой-то упор сделать в пользу гранат для себя. Ну и имеют право. Почему бы и нет. Будем смотреть. Будем. Куда мы денемся-то? Будем смотреть. Пять на пять. Пока что ранние тайминги пропускаем. Яль за красным сквика сейчас находится. А так, ну, можно всегда на Б спуститься, опять же. Или, ну, если у вас лобби есть, пойти через Рампы. То забирается. На Т-шный ноль на крышу. Ну, так это Аплент тогда. То есть через окошки. Через окошки граната и это Аплент тогда. Ну, полетели. Ну, побежали. Или из-за Каборс не побежали. Что-то, если честно, до сих пор не побежали. Так, ну, рано или поздно нужно будет. Виктор, откидывает здесь гранату. Виктор. Виктор. Закрывает Туау. Бабл убивает Бияли. Бабл. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тут происходит. Какие-то волшебные вещи. Но в целом, вроде как нормально под контролем. Стом вместе с Хайпером с последним. Стом подлетает. Хайпер остается последним. Против пятерых игроков команды Финт. Ну, и здесь делать особо нечего. В целом, делать было нечего. Дело было вечером. И Хайпер вынужден в раздевалке сейвить. Да, вечером по Москве конкретно 17.38 сейчас, как говорится, побуду таймером. Кстати говоря, московским. А раньше, что по телефону, это было сначала АКФ. Расскажу тем, кто не живет так долго. 1.08, дорогие друзья, для команды Финт. Коэффициент от наших коллег от Паримач. А для Изака Ворос 7 единиц ровно. Мы только что видели это на ваших экранах. Не забывайте про бонус 100% к первому депозиту. Это, опять же, банер по трансляции ей. Расскажут об этом подробнее. Кликайте на него, попадайте на сайт. Дальше проще. Ну, вот. В общем, раньше, чтобы узнать точное время, чтобы засусти все свои часы. Потому что интернета нам не было. 100. Да-да-да. Звонишь по номеру. Ну, в зависимости от, да, там, 100 или какой-то другой. И тебе прям голосом... Бот буквально говорит о том, что... Точное время. 17 часов 39 минут. Да-да-да-да, вот лет 20 тому назад такая история была, например. Может, сейчас, если я не курсу. Не-не-не, не 20. Слушай, мне 21, но это еще при мне было в моем детстве. Мы тоже такой историей занимались. И занимались не потому что... Не потому что, как бы, по приколу, а потому что, ну... Нужно было. Потому что нужно было, да. Хотя вроде интернет тоже были и всякие атомные часы, подвешенные в космосе. Если что, атомные часы в космосе летают, если кому интересно, тоже. Подвешенные в космосе, типа, по интернет-связи всем... World Time, короче говоря, делает буквально секунду в секунду. Ну, да ладно. Из-за Коборс погибли вдвоем, остались втроем, бьяли на внутреннем дворе. Вот это интересно может быть. Так, ну... Может быть. Но, если честно, не факт, что будет. Потому что здесь уже 39 секунд, и нужно двигаться куда-либо. Как только будет какое-то движение, это будет точная информация. Точное время. Бьяли. Открывается, закрывает Red Star. Хорошо. Достаточно хороший контакт. Карн не попадает, но дример не ошибается. Вот по времени здесь сами себя, на самом деле, загнали в ловушку. Никуда им не выйти. Ну, на B их там уже ждут. Вдвоем как будто какое-то удивление сейчас будет для ребят. Вот Карн одного. Ну, открывался прям настолько агрессивно. Ну, и бабла закроют. 8-3, друзья. Первая половина за финдами. За финдами, да. Первая половина за монстрами. За чудовищами. Я, кстати говоря, не помню, какой еще контекст из этого слова. А ну. А ну. Че еще тут? А, ну, злодей, да-да-да. Один из. Дьявол, демон, изверг, бес. Ну, в общем, вы меня поняли. Типа, контекстуально вот такое вот слово. Если поменять букву N на L, можно думать, что это поле. О, а если добавить первое слово после слова поля еще спринг, то можно думать о том, что это винтовка. Времен первый и второй. Принкфилд. Принкфилд. Это она самая. Стомп получает пхп, но так как это антиэкономически для финдов, то в целом можем, на самом деле, о винтовках, опять же. А если добавить слово тень перед этим, то можно сделать отсылку к доте и герою Shadow Fint. Shadow Fint. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, смотри. Сейчас будет вопрос ребром просто. Редстар хайпер забирает. Первый вопрос. Ну, мы антейка посмотрим, конечно. Девятый раунд для финдов будет, скорее всего. Как назывался, чат не подсказывайте, Shadow Fint до того, как по правам названий во львам пришлось переименовывать Shadow Finta в Shadow Finta. Это ты у меня спрашиваешь? Да, конечно. У человека, который не играет в доту? М? У человека, который не играет в доту? Как называл? Ради общей эрудиции. Как назывался SF до того, как он был SF? Да, да, да. Как он был SF? Мне, на самом деле, дико нравится это звучание на английском языке. И я очень, ну, очень грущу то, что, типа, это название, ну, чисто по правам не получилось забрать, потому что это прямо до мурашек. Невероятно. Слушай, ну, я, может быть, вспомню, если мне скажут, но так не вспомню. А, Nevermore, да. Ну, чат уже все слил, но тем не менее. Ну, это очень красиво. Shadow Finta, типа, не, а Nevermore, это прям очень хорошо. А почему не прошел по правам? Ну, потому что. Потому что IceFrog ушел к Вальвам, Вальве забрали себе именно концепт доты, сделали доту 2, А Близзарды такие, а название вы наше не заберете. А Вальва такие, ну, и ладно, мы обзовем, собственно, персонажей по-своему. Че, собственно, они и сделали. Ну, если вот кому интересно. Опять же так, Харм, кстати говоря, погибает здесь. Редстар, правда, на размене. Это байраунд. Так что, давай пока о контр-страйке, но потом, может, продолжим. Давай, давай, давай. Так, что у нас тут? 4 в 4. 4 в 4. Hyper ждет, опять же, своих замечательных оппонентов, которые должны выходить с минуты на минуту, но вроде пока не выходят. Ну, и глянем, что ребятки придумают в этом плане. Пока что затишье. Затишье, затишье перед бурей. Ничего, здесь мы с вами пока интересного не предпринимаем. Но здесь Виктор закрывает HyperBabble, закрывает стомпа. Бьяль убивает баблом. Три в два. И Бьяль вместе с Моной остаются последние. Это растоширить будет. Ох. Ну, можно, конечно, но сложно, да. Безумно, безумно сложно. Попытается. Попытается. Давайте посмотрим. Бьяль у Мона, опять же. Бомба на руках есть. То есть есть возможность инициативно под себя сыграть. Но после Кандеев девяток погибает. И по импе Red Star уже разворачивается у Мона. То есть Дриммер ему сказал. Типа... Ну, скорее всего, он, да, как я понимаю. Братан, братан. Типа и Мейн. Ну, и вышло, опять же, как вышло. 14 раунд на экране в активе у нас будет. А я бы точно сначала... Кэфа я вам хотел на первую карту показать. Не покажу на первую. То есть Примач считает, что с первой уже все. 1.17 будет на Финдов на второй карте от нашей коллег из Примач. 1.17. 4.70 будет на второй карте для Изака Борз, друзья. А вторая карта на полмню Мираж, если что. Так что неутешительно для Изака Борз. Серия выглядит потенциально как 2.0. Все еще до сих пор. И даже деглы с стеками, я не знаю, сейчас помогут. Изака Борз Лима. Так, ну. Давайте смотреть, давайте следить, что там поможет, что не поможет. Ну, да. Потенциально это выглядит, конечно, как... Ну, это и до этого. До начала матча выглядело достаточно уверенно и серьезно. Сейчас это выглядит еще... Увереннее и серьезнее, когда мы, в принципе, видим счет здесь 3. А вот здесь Виктору будет плохо. Редстар на размене. Но Виктору по-прежнему очень плохо, потому что он уже в следующем раунде. Бабл закрывает Бьяли. Стомб остается последний. Тут все спаузы просто его тыкают. Всеми вариантами возможными. 1.17 раунд для команды Финд, друзья. Это больше 10 за первую половину. Это очень-очень хороший результат для Финдов. Да, вообще прекрасно. Ну, то есть, мне даже, я не знаю, сказать-то особо нечего. Невероятно хорошо. Опять же. Прям. Воу-воу. Так что... Ну, мы посмотрим. Ну, и Закоборс тяжело против Финдов. Это, на самом деле, тот момент, я не хотел его в первом матчапе сегодняшнего дня задевать. Потому что... Ну, такое. То есть, я хотел сказать просто о том, что если Закоборс Янг Нинджетс обыграют, то Финдов отлетят. Сейчас мы 15 раунд первой половины будем смотреть. Если... У меня просто было ощущение, что Янг Нинджетс с Финдами поборолись бы, но почему-то и Закоборс не прошли. А вот Закоборс с Финдами уже не поборются. Ну, потому что... Потому что... Не та команда... Ну, реально не та команда. Типа, не с теми наработками, не с теми тактиками, не против Финдов. Вот мы сейчас видим, что, ну, не против Финдов, да. Против Янг Нинджетс может быть, но не против Финдов. Атака на рампы. Мне кажется, если бы я не знал тебя... Ты бы ничего не понял. Я бы вообще ничего не понял. Но я сейчас вообще все понял, что Женя сказал. И полностью с этим соглашусь. Вот, поэтому... Поэтому, друзья, советую вам узнать Женю лично. Он готовит прекрасное кофе. По утру. Прекрасное кофе. Прекрасное кофе. Дримера Харна забирает. Мона тоже опять исправляет. С Харной, в первую очередь. Попытка, ну, уже на последнем раунде на Б поставить пакет. Может быть, получится. На дотекании Виктор слишком торопился. Из винтов вышел в Б-туннелях и погиб. Кстати, выглядит как четвертый. То есть, возможно, даже 12-й Финды не заберут. Но я до сих пор не уверен в этом. Так, ну, Баббл вместе с Редстаром. Флешка. Но флешка здесь не убить двух игроков. Ой, и ах. Но Редстар... Редстару здесь больно. Четвертый раунд из Акаборс. Все закрывают. Но на самом деле здесь не Редстару больно. Здесь, так как ни крути, и Закаборс все равно больно. Четыре раунда маловато. Это лучше, чем три. Это лучше, чем ноль. Но это все равно не то, что хотелось бы им. Сейчас пистолетка, по сути, закончит очень многое. Да-да-да. Согласен. Ну, смотрите. Против финдов, во-первых, мало. Во-вторых, это атака из Акаборс. Просто еще раз и еще раз, да. Для Изакаборс защиты сегодняшнего дня как минимум. Раза в два. По ощущениям, в три хуже, чем их атаки сегодняшнего дня. И они сейчас приходят на защиту. То есть, типа, пистолетку мы сейчас смотрим. Я не Ванга, но на всякий случай, да, финды остаются там четвером-втроем. Разворачивают лица просто из Акаборс. Там секунд через 25. Так, ну... Туао закрывает бабла. Виктор закрывает Туао, Мона. Томб, Редстар закрывает Мон на размене Редстар. Дайте Редстара посмотреть. Да, он погиб. Томб закрывает Редстара. Дример, один в три. Ну что, Дример? Заходить на лестницу, закрывать всех спину? А я вообще не в курсе. Они вообще не в курсе. Так, раз. Вот по второму уже сложно. По такому таймингу, но... Ух, ты как прилетела там. Нормально, пол головы отсекло просто. Человеку. И берет юсп. Ой, мечтатель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты прикинь? Ты прикинь, почему с ними перестреливают? А им интересно открыться. А им просто... Ну, интересно. Ну, типа, слить пистолетный раунд. Вот очень интересно. Хайпер последний. За кредиткой, да, он находится? Так, ну... Дример. Дример. Дример как просто для Дримера, ну... Ну, жесть. Просто один в три, друзья, забирает этот мужчина. Невероятно жесткий и красивый. Кэфы на матч хочу людям показать. Это незаконно. 1-0-2 на финдов. 11 единиц на Изака Борс от наших коллег при матче. Welcome. Welcome просто. To the jungle. It gets worse every day, так сказать. Пил великий человек. Второй строчкой название этой песни, опять же. Ну, удачи, Изака Борс, конечно, с фарцом своим. Что еще сказать? Ну, да, тут больше ничего не сказать на самом деле. Но... Будем смотреть, друзья. Конечно, дальше будем смотреть потенциально какую-нибудь карту под номером 2. Хотя, несмотря ни на что. Здесь, кстати, попытка. Попытка для команды Изака Борс выиграть пятый раунд для себя. Какая хаешка, красивая. Стомб взрывает. Виктор, это пятый раунд для Изака Борс. 12-5. Вот это уже... Вот это интересно. Ну, поглядим. Хайпер, конечно, очень хорош. Но такие раунды... Знаете, я обычно их называю, когда кликает именно позиция. То есть, когда игрок полностью... Или игроки, или вся команда полностью угадывает. Вот прямо именно как надо. Потому что Counter-Strike это... Ну, я не скажу, что прямо своеобразные типа шахматы. Но в Counter-Strike очень много такого. Когда у тебя прямо по таймингу ровно-ровно кликнет как надо. Это вот был один из этих раундов. Хайпер молодец, что воспользовался этим. Молодец, что у него получилось. Но следующий раунд смотрим. Виктор уже по стомбе проходится. Это, во-первых, 4-5. Во-вторых, Хайпер, он же, да, взял девайс судного дня. Просто великой войны четырех всадников апокалипсиса. И это означает то, что из Акапороса этот раунд берут просто вот прямо сейчас. Вот смотрите. Пять в ноль даже. Не знаю, что там стомб уже погиб. Просто пять в ноль закрывают. Просто пять в ноль, да. Потому что P90 — это сила. Об этом никто не знает, но сейчас вы узнаете просто. Не, вообще, кстати, выпал из меты петушок. Это грустно, это печально, но будем надеяться, что... Нет, ладно, не будем надеяться, просто будем смотреть. Зачек там должен быть в любом случае. P90 отлетает, P90 подбирает бабл. Мне кажется, там с такими эмоциями, типа, чего я подобрал сейчас вообще? Что я взял вообще? Он такой, да не, мне нормально, я поношу, как бы. Какие проблемы? На сейф. На сейф остальным денег нет. Позиции нет, денег нет. Тринестер раунд за финдами. Бабл с P90... Ну, побегает в этом раунде. Я боюсь, не оставит себе на второй, конечно, потому что... Ну, не нужен он ему. Если, кстати, побегает, будет... Ну, хотя бы забавно. Но я думаю, что Бабл не будет рисковать. Ну, они просто, типа, втащат здесь первую карту себе. И, может быть, вот насчет второй посмотрим еще. У Изака Бороса на второй, наверное, какие-то шансы будут против виндов. Не знаю. Я считаю, что не буду повторить. Я в начале карты говорил, что вторая и третья карты страшно у Изака Бороса. Потому что финды вообще дикие. На более пострелятельных картах финды вообще дикие. Типа, ладно, это хотя бы нюк. И они здесь катают Изака Бороса, как катят просто 13-5. А на более таких вот, ну, узких, да, типа, узких картах, там люди механически безумные. Харн безумный просто человек. Редстар безумный вообще. На мираже особенно. Не знаю, как против таких играть. Ну, просто не знаю. Надо играть как можешь. Играй как можешь, и будет у тебя все замечательно. Ну, не знаю, грустненько пока что. Здесь у нас выглядит разгромно. Но на самом деле у нас почти все карты выглядели разгромно, кроме вот первой карты, которую мы посмотрели. Дальше был камбэк. Не уверен, что это конкретно та ситуация, где у нас сейчас будет камбэк от команды Изака Борос. Но, с другой стороны, если убирать из головы все какие-то ярлыки, того, что какая-то команда намного сильнее другой, че, теоретически, почему бы нет? Вот, поэтому давайте подумаем немножечко. Может быть, все произойдет именно так, как ты захочешь. Неплохо ты вывернул сейчас. Неплохо, мне понравилось. Туао в тупом углу винтов Аплэнта. Это первое. На желтом еще один парень, а Тазак и Борос это второе. То есть, равно мне защита на Аплэнте дико нравится. Кабаны очень хороши по позициям на Аплэнте. Но это не означает, что финды выберут Аплэнт вообще в качестве атаки. Потому что Аплэнт они не выберут. Объяснил в целом. Спасибо. Спасибо, Евгений. Нам было очень важно это узнать. Бабу, ой, 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 расчета как. Баба, пузырик. Классно. 4 в 2. 4 в 2. Стомп, я ли уходит на сейф. Просто говорят, мужики, вы знаете, что-то мы так подумали, мы, наверное, это, ну, пойдем на сейф, наверное. Тиканем с села. Какие-то злые. Так сказать. Ну, вас, как говорится, в баню. Мы, мухожуки, мы уходим. Мухожуки, мухожуки. Звучит, как название панк-рок группы, кстати говоря. Пользуйтесь, друзья, типа, за бесплатно. Стартап. Дриммер забирает стомпа. Группа будет называться Мухожуки. Ваша сингл-песня единственная. Мы уходим. Три аккорда. Немного. Не-не-не-не-не. А-ля квинт-аккорд. Типа, соль квинт-аккорд и ми квинт-аккорд завершающий. Ну, типа, джи-джи-джи. И строчка просто Мы уходим! Все. Это как великая группа с великой песней. Правда, у нас family-friendly контент. Там два слова. Первое слово suffer, а второе слово ругательное. Вот. И песня длится, типа, 5 секунд. Вот такая же. А, по-моему, что-то с пляжем связано, да? Да-да-да. Что-то с пляжем там связано. То есть пляж страдает. Солнышко. Вот. Абсолютно великолепно. Вот на таком же уровне запустить потом Spotify просто вообще. Деньги потекли бы. Рекуя-боже мой. 14,5, друзья. Счет у нас тем временем беспросветное будущее на карте Данюка. Это Закоборос. Для Закобороса. Я имею в виду. Ну, Финдея. Кстати, скорее всего, заслуженно, на самом деле. Выйдут из группы Б. Ну, когда выйдут. То есть явно не после этой карты, но, возможно, после следующей. Ну, ладно. У меня мысль была слишком глубокая, чтобы ее объяснять. Мне кажется, пока я ее буду объяснять, тут уже закончится первая карта. Ну, потому что вот так вот, друзья. 10 секунд прошло. Команды Закобороса больше нет вместе с нами. Ну, в общем-то, все. На этом приходим, так сказать, к другим процедурам. Давай, родная, сейчас к процедурам от стампирования перейдем. Опа! Ну и в кредитки Виктора. 15,5. Луновый бай на 2-3 тысячи. Вечно зеленых американских президентов виртуальных. А на такие деньги ты только скаут купишь, MP9 купишь, ну, за КТ-сторону, в смысле. MP9 купишь. Даже, понимаете, даже тэков нету, чтобы прям что-то такое фановое прям сыграть, такое быстрое какое-то, упругое, прям такое приятное. Ничего подобного не получится. Гранаты еле-еле, кое-как. В общем, ничего нет. Денег нет, ничего нет. Бои. Так-сяк. Туда-сюда. Так. Ну, вот он. Первый контакт. Тротстар закрывает моноскомп. Размене. Баббл Растарт. 2 в 2 ситуация здесь. Ой, как по стрельбе не пошло, казалось бы. Но Баббл знает всю информацию и, в принципе, Баббл готов, на самом деле, разгребать всю эту историю. Одного закрывает и второго закрывает. Второго закрывает. Жесть, жесть. Просто жесть. 16.5. Браво. Команда Финт. Очень хорошая стрельба, очень хорошая игра, очень хорошие просто парни, которые полностью доказывают, реализуют коэффициенты и то, что на них действительно все, грубо говоря, делали прогноз. Да. Кстати, прогноз, кстати. Надо не забыть его сейчас... Закрыть. Закрыть. Закрыть, да. Отдай людям баллы канала. Дорогие люди, принимайте, принимайте баллы канала. Если кто-то думал, что из Экоборс здесь победили бы, то мы видим, что нет, не совсем. Это прямо тейм-тейм глубокий такой, плотный. Глубокий, плотный. Опять же, Studio Hub с вами работает на проводе слипчика. Опять же, Саша у меня в окне. Вот там. Кстати говоря, в Москве. То есть у меня окно, это вормхолл типа на тысячу километров между городами. Звучит, как в Интерстелларе, грубо говоря. А мы уйдем на паузу. Тем самым временем далеко не разбегайтесь, оставайтесь с нами, мы к вам скоро вернемся.